Решили мы с супругой приобрести загородный дом, чтобы летом можно было там жить, чтобы дети приезжали в гости, на природу, на свежий воздух и чтобы речка была рядом. Мы проехали большое расстояние в поисках подходящего места, пока не остановились на небольшой деревеньке, которая подходила под все наши требования. В ней был небольшой магазинчик, асфальтированная дорога и даже ходил автобус. Цена за домик нас тоже устраивала. Требовался небольшой ремонт, но все это было нам по силам. Оформили сделку и начали ремонт. Каждые выходные приезжали в деревню и плотно занимались обустройством домика. Как-то раз, возвращаясь с дачи, мы увидели на остановке пожилого мужчину с большой собакой. Дождь был сильный, а он стоял под зонтом и смотрел на проезжающие мимо машины, как будто ждал кого-то. Нам стало жаль дедушку, мы остановились. Отец, ты уже промок весь, давай я довезу тебя до дома. Спасибо, сынок, но я испачкаю тебе машину. Тем более я не один, со мной верный друг. Мы еще немного подождем и вернемся домой. Так мы познакомились с нашим соседом, Романом Андреевичем. Мы с женой считали его одиноким мужиком, которому не посчастливилось встретить свою половину. Я вообще считаю себя достаточно деликатным человеком, и у меня в мыслях не было спрашивать у соседа, которому было лет семьдесят, почему на его участке не слышно женского голоса. Да и не настолько у нас были близкие отношения. Перекинемся парой слов насчет политики, да и все. А вот супругу мою сильно напрягало присутствие на соседском участке огромной собаки, которая была предоставлена сама себе. Не сидела на цепи, ходила свободно по двору и на прогулке по деревне вместе со своим хозяином. К нам скоро начнут приезжать в гости дети, а тут такое чудовище ходит без присмотра. Сходи, поговори с дедом, пусть посадит пса на цепь. Но я все время оттягивал этот разговор. Люди мы в деревне были новые. Неловко лезть в чужой монастырь со своим уставом, устанавливать свои правила, не зная всех обстоятельств жизни местного населения. И потом мне все время казалось, что наш сосед носит в себе какую-то тайну. Уж больно грустные у него были глаза. Я решил понаблюдать за ним и заметил один любопытный факт. Он каждый день в одно и то же время ходил вместе со своей собакой на автобусную остановку и кого-то там ждал. Каждый день в любую погоду. Этот факт меня очень заинтересовал. А тут еще жена не унималась насчет соседской собаки. Вот я и решил выбрать поудачнее случай и попробовать поговорить с соседом, как говорится, по душам. И такой случай скоро представился. Я возился с кустами малины у самого забора, чтобы они не лезли к соседу, и вдруг почувствовал на себе взгляд. Я поднял голову и увидел соседа, стоящего за забором буквально в паре метров от меня. «Добрый день, Роман Андреевич», — сказал я, поглядывая на соседа. «Здравствуй, Антон». «Бог в помощь», — ответил он. «Хороший урожай». Я кивнул на старую яблоню. Ветви ее буквально сгибались под тяжестью плодов. Одна ветка даже переломилась, и часть ее вместе с урожаем лежала на земле. Он оглянулся на дерево и кивнул. «Это да, только куда мне их столько?» «Я не скушаю столько, а на рынок не понесу. Если хочешь, заходи, собирай, сколько влезет. Может, жена варенье сварит, да и дети погрызут. Ты бери жену, ведра и приходите. Собирайте яблоки, а я пока самовар поставлю. Пора нам познакомиться поближе. Чувствую, есть между нами какие-то невыясненные разногласия. Поговорим подсоседски, все расставим на свои места. Я обрадовался такому повороту событий, а вот супруга была не в восторге. Но она согласилась, ведь нам здесь жить. Нужно налаживать контакты. Во дворе, как ни странно, не оказалось собаки, и мы спокойно прошли на участок. Набрали яблок и уже собирались уходить домой. «Проходите в дом», — пригласил нас Роман Андреевич. «Я вас сейчас медом угощу». Мы с удовольствием задержались у него попить чайку. «А что вы делали в такую непогоду на остановке? Да еще и так поздно». Спросили мы. «А вы не будете считать меня сумасшедшим?» Я ждал жену. «Ну хорошо, а почему сумасшедшим?» Дело в том, что она пропала три года назад, должна была вернуться на последнем автобусе и не вернулась. Вот так мы с и ходим ее встречать все три года. Я очень люблю свою жену и верю, что она когда-нибудь вернется. В поисках мне отказывают из-за срока давности. Но я знаю, что она жива, и волк знает. А его чутье точно не обманешь. Жена сидела в шоке и не могла сказать ни слова. Это что, не собака, а волк? Но больше всего нас поразила беспредельная преданность этих двух сердец своему дорогому и любимому человеку. Три года каждый день, в любую погоду, они ходят встречать ее и ждут, сидя на остановке, даже не зная, жива ли она. «Вы, волка, не бойтесь, понимая опасения моей жены», заговорил Роман Андреевич. «Он абсолютно ручной, даже более преданный, чем собака. Его в лесу нашла моя жена, маленького больного истощенного волчонка. Он уже медленно умирал, а она его выходила, ночами не спала, не отходила от него ни на минуту. Носила на руках, как маленького ребенка, пока он не стал оживать и поправляться. С тех пор волк очень любит людей, а особенно свою спасительницу. До сих пор считает, что она его мать. Так что вы можете не волноваться за своих внуков. И он пристально посмотрел на мою жену. Ведь именно это, наверное, вас тревожит больше всего. Посмотрите, они еще подружатся с этим благородным зверем. А как пропала ваша супруга, Роман Андреевич? Немного отойдя от потрясения, от услышанной истории, спросил я. Дочка с внучкой у нас в соседней области живут. Дочка одна растит девочку, трудно ей. Вот мы и помогали, чем могли. В тот раз отправилась моя Валентина к ней в гости, с внучкой посидеть. Через неделю позвонила, говорит, жди, приеду на последнем автобусе. Вот мы и ждем, а она все не едет. Мне уже соседи говорят, что с ума сошел. Столько лет прошло, а я не верю. Мое сердце говорит, что жива моя Валентина. Вот и ходим встречать ее каждый день. А что мне еще остается делать? Хорошо, хоть дочка есть, да внучка, а то совсем бы чокнулся. Они меня не бросают, все время к себе жить зовут, но я не еду. Вдруг Валентина вернется, а нас дома нет. После этого разговора моя жена долго плакала. Ей было очень жаль соседа. И она решила во что бы то ни стало помочь старику. Она взяла у него фото его супруги. В городе у нее были знакомые в правоохранительных органах. Она подключила всех наших друзей и знакомых. Резонанс был такой, что мы даже не ожидали. Все очень прониклись к этому незнакомому старику, и решили разобраться, что же произошло в тот злополучный вечер. Видимо, работники закона сработали не очень добросовестно, потому что Валентина в итоге нашлась в доме престарелых в соседней области. Ее сбила машина, документов при ней не было, видимых повреждений тоже, но память она потеряла. Полиции пытались найти ее родственников, но безуспешно. Конечно, они надеялись, что она все вспомнит, но память к ней не вернулась. Вот и жила Валентина в доме престарелых, куда ее отправили после выписки из больницы. Когда женщина вернулась домой, то не сразу поняла, куда попала. Муж обнимал ее и плакал, не знал, чем угостить и в какой угол посадить. Но только увидев волка, Валентина окончательно вспомнила, кто она, откуда и как выхаживала это бедное животное. Взаимная любовь и преданность человека и животного сотворили настоящее чудо. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.